Для главы Северного округа этот праздник первый в новом качестве. Сергей Чуфистов выполнил просьбу тысяч горожан, по-иному установив новогодние елки. Прежде лесные красавицы снизу вверх нанизывали на металлический каркас. Теперь елки, как положено, смотрят вверх. До этого я работал первым заместителем, я был как исполнитель, и мне было, может быть, проще. Я не знал основные моменты, все-таки откуда привлечь, какие силы, средства и моральные, материальные, для того, чтобы все это сделать. Сегодня пришлось, конечно, коснуться больше материальной стороны, для того, чтобы полностью оформить Северный округ, сделать все елочки. У нас порядка 300 елок стоит. В этот вечер в Оренбурге всего минус 13 градусов, но сильный ветер не дает стоять на месте. Тысячам горожан такая погода все-таки не помешала прийти на праздник. Холодно, Новый год семейный праздник, сегодня потеплее. Вот пришли сыну елку показать, ну и самим интересно на это все посмотреть. Чем отличается от Южный, от Северного? Вроде по градусам температура, но я побыл сейчас в Южном, еду из Южного округа, там холоднее, чем Северный, поэтому еще непонятно, где Северный, где Южный. Сказочный городок выстроили северяне вокруг новогодней елки. Здесь и ледяные горки, и мини-каток для хоккея, а еще и с десяток маленьких елочек, установленных по всему периметру парка. В день открытия окружной елки бойко работала торговля. Коробейники щедро сбывали гирлянды и елочные украшения. Оренбуржцы не скупились на подарки. В целом праздничным убранством города люди довольны. Предприятия и мэрия постарались создать праздник в городе. Мы практически сделали все, не только мы, но и надо отдать должное предприятиям, учреждениям, которые не остались равнодушны. Практически все руководители приняли участие. Ну, конечно, в той или иной мере, кто-то больше, кто-то меньше, все зависело от финансовых возможностей, но приняли участие практически все. Елена Давыдова, Виктор Яковлев, Новости дня.